привет друзья с вами алексей марков сегодня хочу рассказать об одном распространенном заблуждение я о нем писал в хулиномике но решил рассказать на видео итак парадокс дня рождения парадокс дня рождения заключается в том что в группе из 23 человек вероятность того что у двух человек совпадут дни рождения больше 50 процентов то есть если вокруг вас 22 человека или больше можно смело делать ставку на то что у кого-то из присутствующих дни рождения совпадут и это будет ставка с положительным мат ожиданиям то есть выгодная для поставка почему нам трудно в это поверить но ответы математические степени трудно осознать линейную зависимость мы как понимаем более-менее а вот степенную плоховато как визирь в древней задачи про шахматы и зернышки мы и сейчас плоховато понимаем степенную функцию даже после тренировки если мы даже подучились математике и статистике все равно как-то непривычно на вот это вот на зависимости осознавать вот яркий пример неправильной логики какова вероятность в падении 10 решек подряд нет тренированный мозг может составить примерно такую цепочку мыслей однако 50 процентов две решки в два раза труднее выбросить это типа 25 процентов а 10 режек в 10 раз труднее это значит типа 5 процентов вот где мы и обосранились реальный шанс конечно же это одна вторая десятой степени то есть одна тысяча двадцать четвертая это меньше одной десятой доли процентов то есть ошибка в 50 раз внезапно появилась из-за того что вот как хоп и быстренько лайфхакнули не угадали как будто бы вот это вот вероятность но даже после обучения мы все равно обманываемся и не понимаем эту степенную зависимость я записывал видео про правила 72 и там очень понятно рассказал о том почему пять процентов годовых удвоит капитал не за 20 лет до 25 а за 14 20 процентов годовых вы удвоитесь быстрее чем за четыре года вот был прошлый выпуск лайфхаков посмотрите это видео идем дальше в принципе то же самое происходит с нашим мозгом когда мы вот представляем вероятность совпадения двух людей из 23 то есть в любой день года чтобы совпал пара час 1 365 это 27 сотых процента умножаем на 23 и у нас получается 23 365 это там чуть больше 6 процентов это рассуждение конечно же неверно иначе бы я не вам не рассказал потому что число возможных пар а их этих пар двести пятьдесят три значительно превышает число человек в группе дело в том что люди эгоистичны и мы часто не думаем об окружающих и вообще ни о ком не думаю как правило ну а зачем в комнате где находится 23 человека мы наверняка будем думать о том что наш день рождения должен совпасть с кем-то еще ну из остальных но мы вряд ли подумаем о том что есть еще 230 сравнений между другими людьми в пары с которыми мы не входим и этих сравнений вообще-то в 10 раз больше и вопрос о том совпадут ли дни рождения у кого-либо подменяется у нас автоматически почему-то к сожалению подменяется на вопрос о том совпадут ли дни рождения у выбранного человека то есть у нас с кем-то еще из этой группы и конечно же в этом случае вероятность гораздо ниже вроде бы не трудно перечислить все сочетания и проверить но есть сложность может же оказаться чтобы там 23 вообще все 23 совпадения вопрос этот похож на другой какова вероятность выбросить хотя бы одну решку за 23 броска вариантов много решка на первый раз там на 2 и 3 там 7 8 10 как решить такую задачу есть простой метод надо перевернуть то есть вместо того чтобы считать каждый способ выбросить решку что довольно трудоемко мы посчитаем вероятность в падении неудачного сценарий и вычтем его из единицы то есть мы посчитаем когда выпадает только орлы вероятность этого 1 2 в 23 степени что очень мало но важно понять схему например если существует там на 1 процент на вероятность выбросить все орлы соответственно будет 99 процент на вероятность того что выпадут хотя бы одна решку с не выпадут сервы мы там не знаем 1 2 10 15 или все 23 но вероятность такая понятно если мы вычтем еще раз повторюсь вероятность неподходящего нам сценарий в из единицы то у нас останется вероятность нужного нам сценария вы уже поняли к чему я клоню этот же принцип можно применить задачи о днях рождения вместо того чтобы искать вероятность совпадения гораздо проще найти вероятность того что все родились в разные дни потом мы вычтем эту цифру из единицы и получим искомое значение вероятности то есть мы не будем знать сколько именно их было этих совпадений нам это и не требуется то есть нашем случае надо просто умножить 364 365 на 363 365 продолжить 22 раза так уменьшать и потом это произведение вычесть из единицы получится у нас пятьдесят целых семьдесят три сотых то есть больше половины кстати для 60 человек вероятность такого совпадения ну или больше 60 вероятность такого совпадения превышает 99 процентов то есть там множество ставку вас почти всегда будет выигрывать хотя я надеюсь вы понимаете что ста процентов это вероятность достигнет только если людей в комнате вместе с вами будет 367 то есть кроме вас еще 36 потому что мог еще 29 февраля родиться а вот если их 367 то конечно же у кого-то дни рождения совпадут на сто процентов всем пока с вами был алексей марков ну а